Друзья, всем привет! Сегодня важный день. На самом деле, возможно, один из ключевых, потому что на экономическом фронте сегодня наступает ключевое событие. Вводится потолок цен на российские, уже начинает работать потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. И санкции, это на самом деле очень мощный инструмент, мы о нем как-то стали меньше говорить, а зря, потому что санкции очень важны и персональные, и, конечно, системные, для того, чтобы сломать хребет вот этому режиму и этой недоимперии. И сегодня очень важный день, сейчас расскажу, что за день, и еще очень важная новость. Начинают конфисковывать активы российских бандитов и отдавать Украине. Вот это тоже очень серьезно. Друзья, обо всем сейчас подробно, вы не забудьте подписаться на канал. Пожалуйста, если вы сейчас не подписаны, смотрите, прямо сейчас подпишитесь. Это очень важно. Если вы подписаны на канал, обязательно поставьте лайк, прокомментируйте, напишите, что вы знаете, какие магазины и сети продолжают работать в России, какой бизнес там еще работает. Напишите, чтобы мы это все посмотрели, понимали и били по этим точкам. Это очень важно. Итак, друзья, сегодня есть несколько таких прямо. Ну, начнем отдельно. Новая Бавовна. Горит нефтебаза в Белгороде. Горит Борисовский завод, значит, мостовых конструкций. Это там, где, значит, заплатки клепали для Крымского моста. Это Тришкин Кафтан. В общем, горит красиво, мощно, далеко не в первый раз. Но это на самом деле важно и показательно. Горит эта российская нефть. И горит она тогда, и нефтепродукты. Когда в мире она, собственно говоря, уже становится изгнанником. России мало. Сначала Россия, Путин, его окружение дошло до российской нефти. Даже она уже изгнанник. Страны Большой Семерки и Евросоюз. С сегодняшнего дня начинает действовать потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Это очень важно. Да, там можно говорить по цифрам, мы отдельно будем с этим работать. Их нужно будет, чтобы этот потолок цен все снижался, снижался и придавливал, придавливал, придавливал их. Но это, друзья, очень-очень важный день. Он настал. Жалко, что год прошел, но ничего. В этот день, друзья, настало. И Россия это очень серьезно почувствует. Вот в конце концов сейчас появились цифры, какой бюджет, как они свели прошлогодний. Там 3 триллиона рублей дефицита. При том, что они сначала говорили, что будет 1 триллион. Ну, понятно, чем цифры, там триллионы. Суть в том, что российский бюджет уже летит. А это за прошлый год, когда еще никакого потолка не действовало. А сейчас ключевое. Это нефть и нефтепродукты. Плюс добавьте, что газ для России все тоже становится. Да, есть Турция, да, еще что-то идет в Европу. Но уже намного меньше его будет идти. А перенаправить газ это даже не нефть. Газ ты не сможешь отправить, если у тебя нет трубы. Даже если там Китай его готов покупать. А трубу ты еще пойди построй. В общем, вот сейчас реально начинает сжиматься. Сжиматься. А знаете, медленно эти тиски сжимались. Но вот сейчас они начнут это чувствовать. Поверьте мне. Сейчас начнут это чувствовать. И это, ну, просто очень важный момент. Вообще санкции это инструмент. Во-первых, у них просто их нужно забрать деньги на войну. Чтобы они просто не могли эту войну содержать. Чтобы они просто не могли содержать население. Потому что, как вы видите, в прошлом году они еще как-то отпетляли. Потому что много было дырок. Наша задача все эти дырки позатыкать. И чтобы они отпетлять не смогли. Также важно конкретно вот эту банду вокруг Путина тоже на них давить. Чтобы им все прижимать, прижимать, прижимать их хвост. Чтобы наступил момент, когда они подумают. Да может уже рискнем избавляться от этого Путина. Потому что нам уже совсем труба. Пока они еще этого не чувствуют. Пока всякие лисины вне санкций. Пока всякие Собчак еще пишут посты. И рассказывают, что они молодцы. Ну, смотрите, как я, кстати, взялся за Собчак. Так, пишу, там, наша коалиция по санкциям занимается тем, что против нее тоже ввели санкции. Она извивается как уж на сковородке. А это же не просто Собчак. Это одна из тех семей вокруг Путина, которые и есть суть его банды. Это все одна банда. Просто у каждого своя роль. Кто-то в открытую убивает и травит новичком. А кто-то якобы либералы. И не все так однозначно. Но все это одна и та же банда. Вот эти семьи, этот клан. И этот клан нужно душить. И в этом смысле у нас есть отличная, друзья, новость. Есть такой православный олигарх Малафеев. Вот я хочу, чтобы вы послушали, как он рассказывает, значит, как кто не готов умереть за Россию, тот не патриот. Послушайте. И большой ты патриот или нет, проверяется очень просто. Ты готов умереть или нет? Нет, ты не патриот вообще. Ты не маленький патриот, ты вообще никакой патриот. А если ты готов, ты патриот. Вот такой простой критерий для величайшей традиционной ценности нашего любимого отечества. Ну вот, ну вот так вот. Все, ты иди умри за Путина и Малафеева. Тогда ты патриот с точки зрения Малафеева и Путина. Все логично. В это же время у Малафеева, наконец-то, у него, он под санкциями. И вот уже у него были конфискованы активы в США на сумму чуть больше 5 миллионов долларов. Да, сумма не какая-то зашкаливающая, но это прецедент. И эти средства, арестованные в США, сейчас будут направлены, сейчас будут направлены Украине впервые. Все, полностью прошла процедура. Суд все поддержал, и американские правоохранительные органы арестовали и передают это Украине. Друзья, ключевой момент. Ведь это же только первая ласточка, там не 5 миллионов, там сотни миллиардов долларов суммарно. Активы российского Центробанка, всяких Малафеевых, Абрамовича, Лисиных и Ижи с ними. Кстати, и по Абрамовичу санкции недостаточно. Их нужно продолжать водить, и мы тоже этим вопросом занимаемся. И вот это все кодло надо придушить. И когда Канада вводит санкции Басков и прочие, посмотрите, как Басков там извивается. Он не хорохорится даже, он, боже, за нашу позицию. Потому что на самом деле им очень больно, они этого очень боятся. Это нужно продолжать делать. Это тоже очень важный фронт. И возможно на военном фронте, как сегодня, да, стоит линия фронта, и мы не знаем, как она будет двигаться. В этом фронте у России вообще нет никаких шансов. Никаких на самом деле. Здесь просто вопрос усилий наших. Потому что на том фронте они могут мясом пушечным закидать. Они могут в Северной Корее привезти какие-нибудь танки, скоро будут вывозить. Т-34, они когда-то несколько лет назад из Лооса везли эти танки. Да, Россия везла танки из Лооса Т-34. Скоро, наверное, поедут воевать. И в таком хорошем качестве техника прибыла, которая своим ходом вышла с морского транспорта, загрузилась на большегрузные тралы, переместилась на станцию погрузки и встала на железнодорожные платформы. До недавнего времени вся эта уникальная техника состояла на вооружении армии Народно-демократической республики Лоос. Все танки передали Министерству обороны России в рамках военно-технического сотрудничества. Судя по всему, боевые машины были доставлены Лоосу в 80-х из Вьетнама, где еще раньше принимали участие в военном конфликте между Севером и Югом. Как минимум половина этих танков выпущены в 1944 году, то есть во время Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, легендарные Т-34 все еще на ходу. Да и боевая часть здесь находится в рабочем состоянии. Легендарные танки Т-34 прошли модернизацию в 60-х. Однако бронекорпус, узнаваемая скошенная башня, ходовая часть, передача и силовая установка не претерпели существенных изменений и остались прежними образца военных лет. Приятно удивлен, что танки довольно-таки старые и нам не доставили они никаких хлопот. Из Лооса танки морем доставили в край и теперь началась... В общем, они могут еще собрать и пушечное мясо, и сами пушки. А вот на экономическом фронте они на самом деле уже не могут ничего. Но здесь нужно давить и этим вопросом заниматься. И это очень важная тема, которой мы занимаемся. И санкционная политика очень важна. Вы знаете, что работает коалиция, которую я создал с конгрессменами американскими, депутатами британского парламента, европарламента. Сейчас мы уже планируем расширяться на Канаду. Внимание! В общем, мы продолжаем работать и это, друзья, на самом деле очень-очень важное направление. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. И если вы не подписаны на канал, обязательно прямо сейчас подпишитесь. Если вы подписаны, друзья, на канал, обязательно лайк, колокольчик и ваш комментарий. Это то, что мне нужно. Друзья, держим строй. Это на самом деле был важный блог. И помогите мне его распространить. Может, он, знаете, тут Бессоловьева и Скобеева, что называется. Но это важно. А, и еще, друзья, что я не сказал. И очень важно давить на тот бизнес, на тот бизнес, который, западный бизнес, который не ушел из России. Это очень важно. Потому что это рабочие места, это налоги, это то, что еще тянет их экономику. А от такого бизнеса море, море. И обращаясь к тем, кто живет, украинцы сегодня за рубежом, или давно за рубежом наша диаспора, или недавно сейчас беженцы, в европейских, американских городах, давайте мы будем выкладывать названия компаний. Проводите пикеты. Компания должна быть name and shame. Назови и опозорь. То есть, если ты не уходишь из России, если с налогов, с твоей компании, а дальше убивают женщин и детей, тебе не место в цивилизованном обществе. Надо их всех заставить из России уйти. Вот недавно Пол Смит, там только чуть прижали, уже закрывают все свои магазины в России. Так должно будет произойти, друзья, со всеми. Это очень тоже важный инструмент. Держим строй.